Наследство, поиск имущества. Обретение наследниками собственности зачастую осложняется невозможностью обнаружения переписанной собственности. Родственники обретают право, при этом у них нет полных сведений об имуществе, которое принадлежит наследодателю. Процедура осложняется отсутствием отработанных механизмов поиска, из-за этого большинство шагов наследникам нужно выполнять самим. Вводная информация о поиске наследственного имущества. На сегодняшний день закон Российской Федерации гарантирует правовые полномочия наследования. По факту выполнение данного норматива становится трудным вследствие отсутствия развитых институтов по отысканию наследственного имущества. Люди могут быть не осведомлены, имеется ли имущество, из-за этого не обладают возможностью обрести его в собственность. Важно, при этом долю собственности по итогу будут наследователи-мошенники, или она перейдет в статус выморочного. Развитый институт, наследство поиска имущества, причем открытого, способен значимо сделать лучше данный момент. Наследники способны не знать, что им полагается собственность, когда они уведомляются о гибели родственника. Подобное происходит, когда они жили далеко от умершего. При этом не написано завещание, поэтому любой человек может проверить наследство. Онлайн, чтобы знать заранее. Подписание нотариусам завещания. Помимо этого, преемники способны не получать сведения о наличии части наследства. Когда квартиры и счета в банке еще реально посмотреть, то с огромной долей движимой собственности дело значимо усложняется. Процесс поиска может осуществляться несколькими методами. Отыскание собственности за счет подачи определенных запросов. Поиск ценных. Бумаг и лицевых счетов в банке. Розыск машины. Такую собственность найти вполне реально. Сложности появляются, когда дело затрагивает личные вещи, финансы и многое другое. Розыск становится сложным из-за отсутствия выработанного механизма, а также института государства по поиску собственности. Периода для вступления в наследие также иногда недостаточно для исследования имущественного положения наследодателя. Поиск завещания родными. Эксперты говорят, что находить банковский счет в огромном количестве иностранных банков намного легче, нежели, чем в РФ на федеральном уровне. Это связывается с отсутствием общей системы, которая бы смогла связать финансовые организации и другие структуры. Отыскание по фамилии и главным реквизитам погибшего способно быть самым результативным. Любая собственность, которая регистрируется на него, может быть найдена так, но собственность, не подлежащая регистрированию, данным методом искать нереально. Отыскать собственность можно несколькими методами. Нанять человека по поиску наследия, профессионал, который специализируется на Этой сфере знает, какие запросы стоит подать, обладает нужными контактами и имеет определенные навыки. Разыскать самостоятельно является самым недорогим методом. Будет результативным, когда есть хотя бы какая-то информация об имуществе наследодателя, которую нужно подтверждать с помощью документов. Проверить наследственное дело онлайн можно с помощью различных сайтов. Произвести поиск с помощью нотариальной конторы. Нотариус способен осуществить определенные запросы в банковские учреждения и другие компании. Цена поиска значимо увеличивается, однако при этом уменьшится его период и значимо возрастет результативность. Обратите внимание, завещание должно составляться в двух ксерокопиях. Одна сохраняется у наследодателя, а вторая в нотариальной палате. Обратите внимание, что нужно совершить, обыскать жилище погибшего. Когда подобный метод не приносит желаемого итога, или когда доступ к его жилищу отсутствует, то останется второй вариант – обращение. К нотариальной конторе, чтобы окончательно наследственное дело проверить на предмет его продвижения. Судебное разбирательство по поводу завещания. Обращаться с заявкой нужно в нотариальную контору. Большинство обращаются к нотариусу, который располагается по месту жительства. Реестр наследственных дел единой информационной системы нотариата обладает сведениями о делах, которые открываются на время обращения. Пермский сайт помогает произвести поиск по реквизитам погибшего. Имеется вероятность обращения тут же к нотариусу в районе. Результативность подобного обращения станет намного выше. Также это сможет помочь значимо уменьшить сроки. Необходимо отметить, что на основе статьи 1155 ГК располагается возможность у всех граждан вступить в наследие даже при условии, что после гибели родного проходит больше шести месяцев. Это реально, когда гражданин пропускает срок по уважительной причине. Сюда включается и незнание о гибели завещателя. У правового преемника, который пропускает срок, обязаны иметься доказательства наличия уважительной причины, кто обязан разыскивать наследников. По законодательству после гибели близкого человека родственники обязаны обращаться в нотариальную контору, предъявляя определенную документацию. А когда объявляются все заинтересованные граждане, подтверждать факт наличия или отсутствия иных преемников нотариус не должен. Важно! Период вступления в правовые полномочия по публичному наследию составляет шесть месяцев. Полагается, что данного периода времени хватит для объявления иных правовых владельцев собственности погибшего. Если при жизни наследодатель пишет завещание, обозначается каждого гражданина и долю наследия, то все разделяется в описанном порядке. Однако в ситуации, когда вписанные члены семейства не объявляются, у нотариальной конторы имеется долг организовать розыск наследников. По возможности, так как законодательство не обязывает нотариусов разыскивать преемников. Судья и его помощь в получении наследства. Розыск наследников считается важнейшим действием для каждого остального получателя собственности. Это обусловлено тем, что они заинтересованы в разделении всех ценностей тут же. Когда же проходит период в полгода, то даже в этой ситуации в любой момент времени способны объявляться иные наследники. Они будут требовать возврата уже переданного иным гражданам имущества. На заметку. Восстановление периода происходит с помощью суда, для чего родные способны представить доказательства, что пропуск связывается с тем, что никто не рассказывал им о гибели родственника. Даже когда правоприемники уже подают или распоряжаются иным методом получения недвижимости, им приходится выплачивать полагаемую величину средств, появившемуся родному. Как найденному наследнику доказать связь с наследодателем? Доказательством и проверкой родственных взаимоотношений наследников с погибшим способны быть бумаги, дающиеся отделам ЗАГС, а также вступившие в силу закона решения суда об установлении факта родственных или других взаимоотношений. В некоторых ситуациях способен приниматься такой список документации. Справка о родственных или иных отношениях, предоставляемые компаниями по месту труда или проживания. Записи в паспортах о малыше, жене или муже. Справки органов СОЦ. Защиты о пенсионных отчислениях по случаю утраты кормильца, образцы которых можно отыскать по месту обращения. Эти бумаги совместно с иными документами свидетельствуют о родственных или других отношениях преемников с наследодателем. Когда требуемые документы не отысканы или вовсе отсутствуют, требуется сходить в отдел ЗАГС для обретения повторного свидетельства о бракосочетании. Во время обращения в орган ЗАГС нужно предъявлять документацию, которая подтверждает право на получение такого свидетельства. Когда отсутствуют в органах ЗАГС какие-либо сведения и бумаги, следует обратиться с запросом в ведомственные и исторические архивы по месту проживания и рождения родных. Дополнительная информация. Доказать родство за счет суда нужно тогда, когда отсутствуют документы в картотеке, которые указывают на родственные связи с умершим. И у человека не удается собирать их за счет запросов. В подобной ситуации требуется обращаться в орган суда с заявкой об установлении факта родственных взаимоотношений с наследодателем. Первоначально требуется подготовить все имеющиеся бумаги и иную базу доказательств, которая указывает на родство с погибшим. Когда имеются соседи, родные или друзья, которые способны доказывать родство с наследодателем, можно попросить их выступать в инстанции суда как свидетели. Также свидетельством наличия взаимоотношений среди родственников способны послужить личная переписка с умершим. Нотариальная помощь в нахождении завещания родственника. Далее лучше всего подготовить заявку в определенный орган и совершить платеж за госпошлину. В заявке об определении факта родства с наследодателем требуется написать цель, для которой нужно выделить факт взаимоотношений родных. Требуется приложить к заявке свидетельство невозможности обретения необходимой документации или восстановления потерянных бумаг. В данной ситуации такими доказательствами будут письменные отказы в предоставлении данных или отказы из-за отсутствия запрашиваемых сведений. Рекомендуется после всех действий подать заявку в судебную инстанцию и поучаствовать в анализе дела. Заявка об установлении факта отношений среди родных подается в судебную инстанцию субъекта по месту жительства заявителя. Дело разбирают при участии заявителей и иных заинтересованных граждан. Обратите внимание, также нужно обрести постановление судебного органа и предоставить его в нотариальную контору для установления родственных связей с умершим. Постановление суда по заявке об установлении факта, который располагает юридическим значением, является документацией, подтверждающей Факт, имеющий юридическое значение, а по отношению к факту, который подлежит регистрации, служит основой для подобного регистрирования. Однако не заменяет с собой бумаги, предоставляемые органами, которые производят регистрирование. Как избежать проблем с поиском наследников? Особенно сознательные люди без близких родственников должны заранее понимать, кому будет принадлежать их нажитое за всю жизнь имущество. Лучше всего для решения этой проблемы обращаться к дальним родным для того, чтобы узнать их данные и указать их при написании наследства. Написанные и заверенные бумаги сделают легче последующее подписание. Если родственные связи в семье потеряны, можно обратиться за оказанием помощи к работникам. Когда родные принимают решение не вступать в наследственные отношения по определенным причинам, в их обязанности входить письменное подтверждение отказа от имущества. Если наследодатель проживает в другом государстве, оформление отказа в иной стране не требуется. Оказание помощи высококвалифицированными специалистами, рекомендуется составить отказную заявку и заверить его у ближайшего нотариуса. Подобный заверенный иск к наследственному имуществу станет передан почтовым отправлением нотариусу, который проводит дело за границей. Разрешается производить это за счет определенного сотрудника, который при располагающейся генеральной доверенности может проводить дело и подписывать документацию, а также оформлять все осуществляемые деяния в плане наследия. Это является более сложной и дорогостоящей процедурой, но в определенных моментах, подобные действия являются оправданными. Профессиональный нотариус в любом случае оповестит своего человека о том, что нужно написать завещание. Даже когда родные отсутствуют, завещатель способен составлять документацию в пользу государства. Это сделает легче работу юриста в последующем.